Каждый улан-уденец хоть раз проезжал мимо этого разноцветного здания, которое находится неподалеку от центрального стадиона. И, пожалуй, далеко не все понимают, чем же занимается в кванториуме и детском технопарке. А ему уже пять лет. И сейчас он, кстати, является одним из самых больших кванториумов за Уралом. Здесь дети под руководством опытных наставников осваивают самые современные технологии по шести направлениям. Их называют «квантумами». Это авто, хай-тек, аэро, IT, VR и робо. В каждом таком классе ребята воплощают свои идеи в реальность с помощью современного оборудования. Это компьютеры, 3D-принтеры, лазерные станки, роботы и многое-многое другое. Хай-тек – это мы называемся вообще магической частью кванториума, потому что здесь все задумки детей могут воплотиться в реальность. Макет сделали с ребятами, подобрали вопросы. На компьютере, да? На компьютере, да. Затем мы идем в соседний кабинет. Там у нас есть лазерный станок. На нем мы вырезаем данные работы. И затем, если нужно, склеиваем. И вот у нас уже готовая работа. Так, это, как я понимаю, робо-квантум. Посмотрите, что это! Да, вы, наверное, подумали, что это трактор, но это робот. Это применяется в учебных процессах. Если вы хотите, вы можете его запрограммировать, ну, в принципе, на многое. Поэтому все в ваших фантазиях. Что он умеет делать? И петь, и разговаривать? Ну, если вы захотите, и это тоже может. Сам проект создал? Наполовину. Моделируешь. Правильно я называю или нет? Половина. Половину же умеешь делать. Восемь лет. Я в 26 не могу с вордом разобраться. Нет, это не какие-то обручи на потолке. Это полоса препятствий для дронрейсинга. То есть для полета на квадрокоптерах. На двух этажах расположились 8 учебных залов, лекторий, каворкинг, интерактивный музей, кабинеты кванта шахмат и английского языка. Технопарк появился в Улан-Удэ в рамках программы развития образования. Он обошелся в федеральной казне почти 80 миллионов рублей. С 2018 года здесь прошли обучение 5000 детей от 8 до 17 лет. Причем абсолютно бесплатно. Школьники приезжают сюда со всех школ города и даже ближайших районов республики. Для тех, у кого нет такой возможности, кванториум приезжает сам. Мобильный кванториум у нас открыт в 2019 году. Его уже на протяжении 3,5 лет успешно работает. Выезжает в дальние районы, чтобы знакомить детей с техническим творчеством. Ценность колоссальная, конечно. Спасибо огромное вообще этому проекту, нацпроекту образования Владимиру Владимировичу Путину. А вот с этой работой ребята даже выиграли всероссийский конкурс этой весной. Это игра домино под названием «Бурятский цвет». Здесь нужно соотнести цвета к предметам. Например, саган, что в переводе означает «белый», значит нужно соотнести с бузами. В Бурятии дополнительное образование набирает большие обороты. За пять лет в республике помимо технопарка появились дома научных коллабораций, IT-кубы, региональный центр «Асториум» и так далее. Например, в 2021-м в Республиканском лицее-интернате номер один развернули школьный кванториум, где углубленно изучают физику, химию, биологию и не только, и все на базе современного оборудования. С 2020-го в Бурятии появились почти 300 центров «Точка роста» и 7 IT-кубов. Охваты могут только порадовать. Более 20 тысяч бурятских школьников посещают центры доп. образования. Далее цифры будут только расти, ведь в новом году ожидается открытие новых мест. Алтан Мункуева, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ.